Здравствуйте, дорогие друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк, и это Фокусы от Моряка.ру Я рад приветствовать вас на нашем судне, и сегодня у нас с вами очередной обзорчик. Очередной обзорчик очень редкого экземплярчика, очень ценного лично для меня. Ради его добычи пришлось закупить не одну сотню душ. Шучу. Сегодня у нас в гостях вот такая замечательная книжица, которая считается Библией карточных шулеров. Это эксперт за карточным столом в русском переводе, так что любители шулерства, ликуйте. Эту книгу подарил нашему судну автор и основатель проекта Gamblers Pro Антон Уласевич, за что ему отдельное спасибо. Антон, если ты смотришь этот обзор, спасибо тебе огромное, без него его бы просто не было. Ну да ладно, друзья, хватит слушать мои бредни, давайте перейдем и посмотрим, полистаем эту чудесную книжку. Ну что ж, друзья, добро пожаловать в обзор книжечки «Эксперт за карточным столом». Кто не знает, я немножечко вас введу в курс дела. Если вы фокусник, да, если ваши интересы там фокусы или какие-то там простенькие флориши, вы наверняка слышали о такой библии карточных фокусников, как «Королевская дорога в карточную магию», да, «The Royal Road to Cart Magic». Так вот, точно такая же, как бы, библия есть и у шулеров. Точнее, эту книгу многие так считают. И неспроста. В данной книге были описаны очень крутые и очень множество, во-первых, множество и крутых техник по шулерству в картах. Написал эту книгу легендарный и в то же время до сих пор неизвестный автор, который скрывается под псевдонимом С.В. Эрднейс, да, что мы, собственно, здесь и видим сбоку, ну, здесь вот с торца книжечки, да, то есть этот неизвестный автор. До сих пор много споров, гаданий, кто, что, зачем, почему, для чего он выложил все эти техники. Ну, как одна из версий о том, что автор очень сильно нуждался в деньгах, видимо, проигрался, вот, и срочно нуждался в деньгах. И решил заработать шулерством, но не в картах, а просто раскрыв их секреты в книжке. Так вот, данная книга была написана в 1902 году, то есть в начале 20 века. Представляете, ей уже 115 лет, и до сих пор на русском языке ее не было, да, то есть все, кто хотели, они как бы, ну, пытались там найти, но находили лишь английский вариант. Так вот, благодаря проекту Gamblers Pro и ребятам, которые взялись за перевод, эта книга теперь есть в русскоязычном издании, да, за что, опять же, я хочу поблагодарить Антона Уласевича, который подарил мне эту книжечку, и чему я очень рад. Так, ну что ж, давайте посмотрим, значит, на саму книгу, то есть книжечка сама по себе такая небольшая, да, то есть такое вот, не шибко такое толстое издание, да, как там, например, карточные техники Эдда Марла, да, там есть энциклопедия, там такая толстенная, талмуд. Вот, выполнена книжечка, вообще оригинал сделан в зеленом цвете, ну, авторы, вот, переводчики решили сделать вариант в красном цвете. Ну, это второе издание, я первое издание не видел, может быть, оно и в зеленом было, но мне вот досталось второе. Итак, давайте полистаем. Здесь, собственно, идет вступление книжечки, да, то есть, как я понимаю, это все от Эрднейза. Здесь далее идет логотип Гэмблерс Про, то есть, если вы перейдете на их сайт и на их группу ВКонтакте, ссылочки на которые я, конечно, в описании оставлю, то вы увидите там их эмблему. Далее здесь идет вступление, как я понял, это уже от самого Эрднейз, и погнало оглавление. Здесь техники, названия техник не переведены, потому что мы с вами привыкли называть вещи своими именами, но не в переводе, а именно в англоязычном, скажем так, исходнике, да. То есть, мы не называем брейк зазором, ну, кто-то называет, кто-то нет, да, не говорим там двойное нижнее подснятие, например, говорим дабл андеркат, там инджок тоже мы не переводим и так далее. Дабл лифт называем дабл лифтом часто, ну, кто-то двойным подъемом он же называет, но многие трюки здесь, например, описаны и записаны именно в англоязычном своем исходном варианте, то есть, так, как писал сам Эрднейз. То есть, как мы видим, здесь очень большое количество техник, сами техники расписаны кратко, но понятно, то есть, я почитал несколько страниц выборочно, то есть, все ясно, все предельно понятно, перевод хороший и понятный, то есть, ну, поймете по-любому, если русский язык знаете, если умеете читать. То есть, в книжке 100, сейчас я вам скажу сколько, то есть, 154 страницы, но для книги это как бы и сущая ерунда, но так как эта книжечка такой учебник, да, то представляете, 154 страницы чисто такого обучающего материала, это очень круто. Далее, значит, здесь идет небольшое такое вступление, introduction, да, и погнали сами техники, да, сейчас мы до них долистаем. Ну, собственно, вот они уже, по-моему, и начались, да, то есть, вот они, первая фигура уже здесь, фигура, да, то есть, картинка. Здесь вот, кстати, даны, как вы видите, термины, которые изначально объясняются в колоде, ой, в колоде, в книге, и далее по ходу книги они будут использоваться именно так. То есть, обратите внимание, сток, ран, да, пробежка, там, jog, in-jog, out-jog, break, там, uppercut, undercut, runcut, topcut, shuffleoff, shuffle, там, да, и все вот это вот. То есть, все эти термины здесь расписаны, но далее они как бы фигурируют именно под своими названиями, там, calls, blind и так далее. То есть, далее пошли вот первые главы, там, позиция для тасования, то есть, обратите внимание, из книги Эрднейза взяты картинки, то есть, это как бы оригинальные картинки, которые в книге Эрднейза были, да, то есть, как захватывать для тасования, и, то есть, все обучающие, почти все обучающие эти статьи, точнее сказать, не статьи, главы, они снабжены картиночками. То есть, посмотрите, все здесь как бы написано, то есть, каждой картинке, каждая картинка соответствует какому-то, какой-то главе. Вот так вот, если мы полистаем, то есть, пожалуйста, здесь вот, combination, riffle and cuts, то есть, о комбинации, значит, тасований и подснятий. То есть, все вот здесь вот, как вы видите, изображено, нарисовано. То есть, такие приемы, как пальмирование, там, удержание, шифты, подмены, там, все здесь расписано в этой книге. Что мне еще понравилось в этой книжечке, так то, что здесь в конце автор написал несколько карточных фокусов, описал их. То есть, здесь прямо отдельно есть глава, которая, точнее, не глава, а просто завершающие главы книги, это фокусы. То есть, видите, например, transformation to hands, да, там, то есть, это такие вот сменочки, кстати, которые из книжки, да, я, кстати, их видел, показывали в интернете, ребятки, да. Далее, здесь вот идут фокусы с пальмированием, да, то есть, только написано необходимые приемы, там, пальмирование, там, и сдвиг, например, да, речи исполнения дана, например, дамы и господа. То есть, вот что мне понравилось, в конце есть вот эти фокусы. Представляете, фокусы, вот, которые в 1902 году уже люди показывали. Так как я фанат старой школы, да, я очень люблю old school, то мне вот это пришлось очень по душе. Вот такие вот здесь акробаты валеты в конце идут, да, то есть, mind reading trick и т.д. и т.п. И в завершении здесь нарисована такая вот дубовые листья и завершающая речь переводчиков, да, то есть, издателей, издателей книги, да, ну, в общем, всем их, всех людей, которые имели отношение к изданию книги, вот, их отдельные благодарности идут всем ребятам, также коллективу интернет-магазина cardition.ru в реализации проекта, да, и особая, значит, благодарность Дене Юли Мэдисону. Ну, вот, собственно, ссылочки на ребят можете посмотреть, как бы, Gamblers Pro и Tony Spade, это те, кому вы можете написать, задать свои вопросы. Вот эта вот книга, друзья, то есть, для шулеров это просто находка, то есть, если вы сядете, почитаете, вчитаетесь, вот эти все техники описаны, ну, это очень круто. Ссылку на книжечку, конечно же, я оставлю в описании к этому видео и где-нибудь вот здесь вот сейчас смотрите, ссылочка на нее появится. Ну, что ж, друзья, это все, собственно, что я хотел вам рассказать по этой книге, надеюсь, что этот обзор вам понравился. И все те, кто хочет эту книжку купить, ребята, настоятельно советую поторопиться, потому что тираж, конечно же, не бесконечный. Ну, что ж, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк, и да, хранят вас боги моря и небес, особенно при игре в карты. Пока-пока.